Всем привет! Меня зовут Денис Загорье и как это не парадоксально, мне интересно все то, что происходит в мире искусства и культуры в Мурманской области. Давайте об этом и поговорим. В эфире программа Никель to Art, в которой мы изучаем конкретное явление в мире культуры в Мурманской области. Расположено оно в никеле и так называется Никель, полярная ночь. Это арт-резиденция, которая создана на базе центра социальных проектов «Вторая школа». Не первый раз она уже там происходит, вот это вот действо. Туда приезжает огромное количество всяких артистов, художников, скульпторов. Для меня это показалось странным, потому что первое мое знакомство с Никелем произошло давным-давно. Я проезжал мимо этого города и он где-то там в темноте такой вообще страшный такой был. Я испугался, думал никогда туда больше не приеду. А потом так уж получилось, что судьба меня туда занесла и каждый год я стараюсь туда приезжать, потому что город меняется, несмотря на то, что там происходят очень глобальные перемены. И вот как раз одно из глобальных таких начинаний это вот арт-резиденция «Полярная ночь». Она начнется, наверное, даже сегодня или завтра. Ну, неважно. В общем, у нас в гостях один из участников этой арт-резиденции, а точнее участница Юлия Шафаростова. Я правильно произнес? Да. Здорово. Юлия, я, конечно, мог бы прочитать сразу «Регалии», но первое, что я узнал, когда знакомился с твоей характеристикой, это Краснодарский институт современного искусства, который самопровозглашен. Что это значит? Как это? Это значит, что художники группировкой ZIP сказали «Мы, институт современного искусства, будем обучать художников». И уже очень много лет обучают. Это абсолютно бесплатно. Таким образом, они создают в Краснодаре себе коллег, можно сказать, культурную среду. Понятно. А те, кто учились классическим методом, в институтах, они ничего против вас не имеют? Они нападают? Ну, конечно, очень-очень много вопросов, потому что «Что это такое? Вы что, не рисуете обрубовку?» Ну, естественно, мы ничего не рисуем. Обучение состоит не в этом, а скорее в неком образовании информационном. И вообще каждый художник, который попадает туда и начинает свое обучение, он скорее, наверное, кем он был в плане каких-то наклонностей, устремлений, своих мнений, тем он, наверное, остается. Только становится более образованным, интегрированным в среду, знакомится с художниками другими. То есть, какая-то тусовка это скорее. То есть, не ломаете их, а помогаете развиваться? Ну, мне так кажется, да, что те, с кем я знакома, я знакома с многими выпускниками КИСИ, вот, в принципе, да, все как бы самобытные очень люди. Ну, естественно, тянется хвост группировки ZIP, наверное, за всеми, вот, потому что... Ну, потому что они очень, как бы, ты поражаешься тому, что они делают, и, естественно, какая-то часть в тебе остается. То есть, по сути дела, вы там занимаетесь тем же, что будет происходить в арт-резиденции, я так понял, концептуально? Ну, наверное, да. Тоже это группировка, где художникам дают возможность, какой-то свой потенциал показать? Ну, можно сказать, да и так. Ваша история. Как вы попали в эту арт-резиденцию? Откуда узнали? Какие заявки подавали? Я, если честно, я даже не помню, откуда я нашла эту заявку. Нет, где-то, скорее всего, в какой-то группе, в фейсбуке я нашла ссылку на эту заявку. Мне очень понравилась, во-первых, формулировка, что это самая северная в России арт-резиденция, я такая думала, вау, очень круто. Во-вторых, я очень давно мечтала побывать на Кольском полуострове, и это просто тут же тоже попало мне в нужную точку моего сердца. И плюс мне показалось, что моя деятельность очень подходит для этой резиденции, связана с городом Никелем и с таким, может быть, немного сложным положением, в котором он находится. То, что это город с предприятием одним большим, и которое постепенно закрывается, и что-то нужно с этим делать, как-то развивать культурную среду. Ну, то есть город же не должен погибнуть из-за того, что закрывается предприятие, он должен жить дальше. Вот, и для этого, естественно, нужно что-то делать. И для этого нужно жителям показать какие-то варианты, предложить возможности дальнейшего какого-то развития, дальнейшей их жизни, как это может происходить. Вот, и вот это сложное такое положение мне показалось схожим с моей практикой. Я живу в Краснодаре, очень далеко, но... В районе музыкального. Ну, я живу в микрорайоне, который тоже имеет какую-то сложную такую ситуацию. Это новый микрорайон, но там живет огромное количество людей, но он проблемный в плане инфраструктуры, дорог каких-то. То есть домов настроили, а все, что прилагается, забыли. Да, и как бы, естественно, ситуация вхождения в проблемность несколько другая, нежели в Никеле, но проблемность налицо. Вот, и так как я там живу уже очень долго, и переезжать не собираюсь оттуда по ряду причин, мне пришлось как-то с этим смиряться. Я же не администрация, я не могу взять и там заасфальтировать дороги. За это еще могут наказать и штрафовать. Вот, и поэтому мне пришлось как-то справляться с этим всем другими способами, и художественными. Вот, и для этого мне пришлось придумать целый миф на микрорайоне о том, что там происходит, как там хорошо и прекрасно. И то есть, по сути дела, просто полюбить это место. То есть такие розовые очки придумать? Ну, не совсем. Вообще, мне кажется, что я всегда говорю, что я в своей деятельности со своим районом занимаюсь любовью. У нас такая куртуазная любовь с ним. Как звучит. Вот, и мне кажется, что Никель тоже очень подходящее место для того, чтобы заниматься любовью с ним. Согласен. Он удивительный город, он маленький. Я когда туда первый раз действительно внутрь заехал, он чем-то меня очаровал таким. Не как Генуя, допустим, в Италии или Париж. Там какая-то очень своеобразная атмосфера. Может быть, люди там добрые мне все попадались. Вот у меня был знакомый музыкант из Англии. Я ему написал, слушай, здесь тебя любят, приезжай к нам выступить. Он посмотрел на карту, говорит, это где вот Мурманск? И он спросил мне, там слушать мой музыку, он сказал, там люди живут. У тебя какая была реакция, когда ты первый раз увидела Никель на карте? Круто подумал. Круто. Там живут люди, которые интересуются искусством. Ну, люди, мне кажется, вообще везде интересуются искусством. Просто вопрос в том, в какой мере. То есть, естественно, чем, может быть, человека в большом городе, у него очень много пищи для ума, постоянно много мероприятий происходит. Ну, только ходи и выбирай, что называется. А если это маленький город, конечно, он ограничен в этих ресурсах. И ограничение в ресурсах, оно предполагает, что ты, может быть, даже не подумать, что что-то о том, о чем ты не знаешь, оно может быть интересно. То есть, тебе не показали просто. И мне кажется, важно показывать как можно больше всего, чтобы каждый мог выбирать по своему желанию, по своим склонностям каким-то. Юль, ты тот артист, который уже прошел отбор, который будет работать в арт-резиденции. Что тебе обещали? Тебя будут кормить или будут держать в холоде и голоде, чтобы ты лучше что-нибудь придумала? Какие условия? Обещали все. О, так. Можно я с вами пойду? Поехали. Отлично, все. Я замужем. Да нет, это чисто искусство у нас будет. Что я, не знаю. Мне тоже не степень. Мы обещали все. Проживание, питание, знакомство с людьми, интересные мероприятия, ввод в контекст. Ну, в общем-то, наверное, все, что хочет художник получить. Такое ощущение, что бесплатный сыр, а он, как известно бывает, мешал. Что за это требует? Что в итоге? Что сказали? Ты должна сделать что-то, не должна сделать. Просто творишь какие-то, есть критерии, может быть. Вас не принуждает ничего делать. У вас свобода выбора, чем вы хотите заниматься. И по итогу ничего не требует от вас. Я так правильно понимаю? Ты приезжаешь, знакомишься с местным контекстом и смотришь, что ты хочешь сделать. То есть какая-то идея, естественно, у меня есть. Это экскурсия. Но по факту, какой она будет и будет ли вообще, будет решаться уже в арт-резиденции. Ну, я думаю, что какая-то будет. Мне очень интересно познакомиться с местными жителями, узнать от них, что для них важно, что важно показать. И еще такой момент, что обычно, когда ты спрашиваешь человека, что у вас здесь важного в городе есть, сразу называют школа, дом культуры. Ну, то есть какие-то такие очень очевидные культурные места, которые, в принципе, и так каждый пойдет посмотреть. Но мне важно узнать другое. Мне важно узнать какие-то такие более кулуарные, что ли, места, какие-то скрытые уголки. И на самом деле достопримечательностью может быть даже странная изогнутая труба. И для этого не обязательно. Ну, то есть что угодно может быть достопримечательностью. Очень важно отношение человека к тому, что он видит, того желания достроить это все какими-то мысленными образами, история, которая происходила с этим местом. То есть, например, человек может рассказать, что вот эта горка, и я на ней в детстве катался, а теперь ребенок мой на ней катается, и вот я ее красил в такой-то цвет. И в ноги мои тоже будут кататься. И ведь эта горка, это не меньшая достопримечательность, чем дом культуры. Ведь эта горка, она связана с людскими судьбами. Она может быть какая-то потертая, может быть у нее там какой-то погнутый кусок. И этот кусок появился вследствие того-то, того-то и того-то. То есть, мне кажется, что это максимально какие-то важные вещи для того, чтобы понять город. Юля, у меня есть для тебя новости. Две. Первая плохая. Город можно обойти за 20 минут. И хорошая. Центральная площадь, там очень интересная архитектура. Там очень необычные дома. И обязательно зайди в подъезд, который вот на центральной площади. Там угловой такой дом. Если внутрь зайти, со двора там подъезды невероятно интересные, такие необычные. Спасибо. И вот только вот на этих домах уже там можно построить экскурсию. И это будет действительно здорово. Потому что я так тоже вот когда узнал, что такие вот экскурсии, думаю, Никель, куда там можно повезти-то? Там город обошел туда-сюда. И виды там очень красивые, из которых можно смотреть и тоже придумывать всякие легенды. Дом рядом с одной из гостиниц. Он такой-такое ощущение, что туда можно столько историй рассказывать. Внутрь заходишь, там двери скрипят. Там есть дома-привидения. Я думаю, что тебе понравится. Есть какие-то уже предположения, с каким настроением уедешь обратно? Ну, я уверена, что с положительным. Во-первых, по знакомству с людьми, с которыми мне работать. Все очень классные, очень позитивные. А у тебя был подобный опыт уже в таких арт-резиденциях работал? Да. Ну, из схожего я могу, наверное, вспомнить арт-резиденцию в городе Железногорск. Это небольшой город в Курской области. И в прошлом летом я была там в арт-резиденции. И для того, чтобы сделать свою работу, я познакомилась с местной школой искусств под названием «Артель». Ну, не замысловатый, но глубоко. Они там очень классные вещи делают, всякие, ну, такие народные, в народном стиле, там из соломки, плетения, всякие картины, и всякие лоскутные одеяла, игрушки. Ну, правда, дело в том, что это было лето, и там не было учеников, она была закрыта на… Но… Дух витал. Да, ну, то есть там все было выставлено, очень куча всего было, провели экскурсию, все рассказали, как там, что происходит. Мне это так все понравилось, что я сделала в итоге лоскутное одеяло. О, как. И ты им укрываешься или оставила там? Оно в Железногорске. Ясно. Приезжаешь иногда, укрываешься? Нет, это же искусство, как им укрываться. Понятно. Ну, тут знаешь, нынешнее искусство позволяет укрываться, ты становишься как соучастником творения, укрыться, уже новая композиция. Ну, там можно укрыть, разве что, там, ребенка, она не такая уж огромная. Понятно. Ну, можно тогда выпустить сувениры, там, много маленьких одеялок. Ладно, это все в дальнейшем. Если не экскурсия, есть какие-то варианты, чем ты там можешь еще заняться? Еще я буду рисовать, это точно. Для меня важно признакомиться с кем-то местом, как-то переосмыслить графически это все. Вот, ну, мои рисунки, они такие, как бы, не скажу, что сюрреалистические, но они точно не миметические. Я там многое придумываю, они очень такие яркие, цветные. Не знаю, как получится еще. Ну, точно буду что-то рисовать. Так, твоя вот скульптура, которую я первый увидел, ты записался на ноготочки. Будет что-нибудь подумать? Ты записался на плавку никеля? Нет, мне кажется, странным сделать в никеле с монтажной пеной что-то. Странным? Ну, да. Почему? Ну, как-то... Как раз сейчас новая жизнь монтируется, это будет концептуально. Ну, во-первых, для паблик-арта монтажная пена не годится. Она такая недолговечная. Во-вторых, для какие-то галерейные работы, мне кажется, не совсем мне хотелось бы как раз вот в никеле создавать. Для этого есть какие-то другие более подходящие места. И здесь мне показалось более важным именно работа с городом. А я при работе с городом не создаю конкретных каких-то объектов. То есть это всегда скорее какие-то перформативные практики, нежели что-то... Вот. И поэтому мне еще показалось важным бережно собрать то, что уже есть, а не внедрять что-то свое туда. Понятно. Ну что ж, надеюсь, у тебя получится все удачно собрать. Я буду рад, если появится экскурсия по никелю. Это будет действительно здорово, потому что я так думаю, что если все будет, а я уверен, что все будет развиваться хорошо, туда будет много туристов ездить и экскурсионная программа будет востребована. Ну, а если не это, то что-нибудь другое. Обязательно буду следить теперь за твоими соцсетями, чтобы узнать, что ты в итоге натворила. Ну, а это была программа Никель Ту Арт. В гостях у нас была Юля Шафоростова. Она будет участницей арт-резиденции Никель Полярная ночь. Будем надеяться, что экскурсия появится. В любом случае, я желаю ей искренней удачи. Ну и на этом, пожалуй, все. На сегодня хватит. Субтитры создавал DimaTorzok